Рынок США показал еще одну волну роста за прошедшую неделю, но, возможно, 11 мая станет днем начала большой коррекции. На прошедшей неделе вышло несколько отчетов по занятости в США, однако данные сильно отличались. По недельным данным число длительно безработных снизилось, но итоговый отчет за апрель показал очень небольшой рост количества новых рабочих мест. В целом же по США безработица выросла до 6,1%, а это возможно как раз при сильном росте экономики, когда работу начинают искать люди, давно не искавшие ее. Однако завтра мы ожидаем новые важные данные по рынку труда, которые расставят все точки над «и». Промышленный индекс Доу Джонса со вчерашнего дня перешел в коррекцию. Сколько времени она продлится? Пока это вопрос открытый. Котировки индекса превысили 34 600 пунктов, что соответствует нашим прогнозам, но на текущий момент они продолжают снижение. До конца недели диапазон торгов может составлять 34 600 – 34 200 пунктов. И хотя спрос на их акции стабилен, открывать сделки на покупку уже поздно. В этом уверены многие эксперты. Индекс S&P 500 показывает похожую картину. Начиная со вчерашнего дня индекс стремительно потерял часть позиций. Торги ведутся на уровне 4 160 пунктов, что на несколько десятков пунктов меньше фиксируемых максимумов прошлой недели. Вероятно, на этом падение остановится на некоторое время, и мы будем наблюдать диапазон торгов в районе 4050 – 4180 пунктов в течение этой недели. Пока серьезных поводов для глубокой коррекции нет, но никто не сомневается в ее близости. Как видим, акции технологий – лидеры экономического цикла этой недели. Правда, после стремительного роста они резко упали вместе с остальными индексами. К сожалению, это классический признак усталости роста, когда первыми падают лидеры роста. И сейчас котировки индекса NASDAQ опустились ниже 13 400 пунктов. Вероятно, до конца недели это значение опустится до 13 200 пунктов или даже ниже. Многие, многое будет зависеть от макроэкономических показателей этой недели в США. Мы не могли обойти стороной ситуацию с акциями некоторых компаний. Например, акции Jacobs Engineering Group выросли на 1,72%, несмотря на падение индексов. Причиной этого стал стабильный спрос на энергоресурсы. В то же время акции электроэнергетической компании Duke Energy выросли на 2,86% после отчета за первый квартал. Выручка компании составила 6,15 млрд долларов против прогнозов 6,1 млрд. Акции международного оператора отеля Marriott снизились на 4,11% после того, как выручка за первый квартал не дотянула до прогнозируемой суммы в 2,38 млрд долларов и составила лишь 2,32 млрд долларов. Ну что ж, вчера по рынку прошла волна продаж, но пока рано говорить о начале коррекции. При этом нет оснований говорить и о полном завершении роста рынка, так как экономика США в хорошем состоянии и продолжает расти. В то же время правительство и ФРС продолжают поддержку роста. Риски инфляции выросли, однако пока нет сильных данных по возрастанию инфляции и тем более нет заявлений ФРС о пересмотре политики. Поэтому мы продолжаем отслеживать ситуацию, а в среду ожидаем публикации данных по рынку труда в США.